Мой дружок пирожок, нужны бабки в GTA Online? А? Тогда заходи в мою группу по прокачке, сейчас доступна быстрая прокачка на PS4 и PS5, а также на Xbox One и Xbox серии X и S. Заходи, и заказывай самую надежную прокачку, ссылочка на группу в описании. Дружочки пирожочки, всем привет, вышла в свет новая GTA Online для новых консолей. Да, ПК в этот раз в пролете, но надолго ли, то ли роки ждут когда хайп вокруг новых консолей спадет и они смогут выпустить обновление на ПК, то ли они чешут свою репу и думают о том, как бы нам второй раз продать уже новую GTA Online туда же на ПК. Как уже раньше говорилось, в новой GTA повышена производительность, разрешение 4К, частота до 60 кадров в секунду, завезли HDR, трассировку лучей, улучшенные текстуры, быструю загрузку и многое другое, включая улучшенные звуки окружения. Что же добавили новенького? Ну во первых новые брички. Это суперкар с бешеным разгоном Каил Циклон 2. Игнус с вооружением, по типу как на тампе с оружием, выглядит странно. Также роки решили второй раз заработать на заказном астроне. Из новых бричек еще Карина С95, которую сейчас на солнцальке можно получить бесплатно. И маслкар Арбитер Джитя. Все эти автомобили завязаны на мастерской ХАО, где эти брички можно тюнинговать. И к тому же нехило там добавлять скорости этим автомобилям. В общем теперь появилась новая мастерская, где можно добавить мощности как новым, так и некоторым старым автомобилям, например таким как Sentinel XS, Хакачая Драк, Гротти Туризма, или Бравада Банша. Автомобили можно затюнинговать и попробовать новую окраску у Хамелеон. Помимо этого появилась возможность выполнять некоторые миссии от ХАО. Конечно печально это говорить, но протестировать этого я не могу, и показать достойно все это тоже. Так как новой консольки у меня нет, и вероятнее всего уже не будет. Модернизированные автомобили у ХАЭМ можно будет использовать в специальной гоночной серии. Если я правильно понял, брать в обычные гонки брички уже не получится, ибо это будет действительно дисбаланс. Также добавлен еще один автомобиль на подиум, он будет обновляться еженедельно, как тачка в автоклубе или казике, но на этой тачке можно будет кататься по тестовому треку. Теперь про меню. Оно действительно стало как в Red Dead Online, и оттуда сразу можно прогрузиться в ограбление или гонку, а также глянуть информацию о еженедельных скидках и бонусах. Про перенос. С ним возникли косяки, но роки в курсе и работают над устранением. В идеале игроки могут перенести своих персонажей с PS4 и Xbox One на новые консоли. И как раз те, кто перенесет свой профиль, получат ту самую Karina S95 бесплатный гоночный костюм в придачу. Для этого достаточно загрузить игру на новой консоли и в самом начале вам предложат перенести свой профиль с помощью параметра перенести профиль в разделе онлайн меню паузы. Но вся фишка заключается в том, что перенеся своего перса, на старой консольке он удалится, и там вы уже не сможете качать своего перса по альтернативному сценарию. Про баланс. Роки решили увеличить выплаты за задания по продаже из мотоклуба, и ежедневный доход с ночных клубов. В дальнейшем работа продолжится и фарм на Кайперико уже не будет таким имбовым по сравнению с другими бизнесами. Также роки решили, что будут вносить корректировку в баланс техники, которая обычно используется в боях, неужели они пофиксят Апрессор Марк 2? И ни слова про ПК, про пастген консоли я молчу, я думаю там может и будут выходить еще обновления как на ПК, но недолго. Роки плотно занялись новыми консольками, да так, что забыли про ПК. Утверждать, что на ПК также не будет больше обновлений глупо, это для Rockstar просто потеря рынка. Я думаю нас опрокинули только из-за того, что на новые консоли нужно перенести максимальное количество игроков, ведь кто-то сейчас пойдет и купит себе PS5, только из-за этого. Но в России с этим будут проблемы, так как PS Store закрыли и вообще возвращают бабки закупленную GTA обратно. Ну как обратно, насчет аккаунта, где нельзя купить игры. В общем ситуация тяжелая, сам не знаю лично как дела там обстоят, но VPN на роутер и покупка карточек активации на PS возможно помогут. Контента по новому обновлению от меня не ждите, я так же как и многие остался у разбитого корыта. И так как пояса затягиваются еще туже, я решил что буду делать контент в ЭК, на Дзене и в Рутюбе. Ссылочки на все будет в описании, на всякий подпишитесь куда-нибудь, ибо возможно в ближайшем обозримом будущем ютубчик можно будет смотреть только через VPN. А бесплатный VPN и хорошая скорость для просмотра видео, вещи несовместимые. Рассчитывать на то, что скоро все это закончится и мы вернемся к прежней жизни, достаточно наивно, поэтому привыкаем к новым реалиям. На этом все, всем бб, всем гг. Субтитры создавал DimaTorzok